Ан-26 начинает снижаться, делает правый разворот и падает. Камера слежения фиксирует последние секунды полёта и взрыв. Самолёт упал, представляете? Семь офицеров и 20 курсантов. Второй, четвёртый курсы Харьковского университета ВВС Украины. Учебно-тренировочный полёт. Будущие военные пилоты по очереди садились за штурвал, в правое кресло. В левом находился инструктор и сажал Ан-26, тоже он, 30-летний майор. Перепутал, наверное, полосы, я не знаю, и рухну. Мы видели, человек горящий, выбежал, я побежал, тушил. Он был весь в ожогах, у него была разбита голова, и мы перебинтовали голову. В очень плохом состоянии и в шоке, в абсолютном шоке. Сразу после крушения остались живых два человека. Судя по ожогам, выбирались из самолёта уже горящего на земле. Но, возможно, выпрыгнули из Ан-26, когда он снижался над лесным массивом. Ещё один курсант уцелел, поскольку его не допустили до полётов. На момент прибытия спасательных служб самолёт сгорел полностью. Погибли все, кто в нём находился, кроме двух человек. Их на скорой отправили в Харьков. Там им оказывается необходимая помощь. Ещё находясь в воздухе, командир экипажа сообщил, что у самолёта возникли проблемы в левом двигателе. Но даже в случае полного отказа для турбовинтового Ан-26 ситуация нештатная, но не катастрофическая. Командир запросил посадку, получил разрешение от диспетчеров. Первоначальный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолёт зацепился крылом за землю. Чёрный ящик сейчас находится в самолёте. После анализа информации можно будет делать выводы. По одной из версий, командир экипажа перепутал взлётно-посадочную полосу и автомобильную дорогу. Обломки Ан-26 лежат на обочине. А вот так место катастрофы выглядит на спутниковом снимке. Полоса и трасса действительно визуально похожи. Самолёт упал в двух километрах от военного аэродрома. Рядом с городом Чугуев. Сегодня утром там приземлился борт президента Украины. Владимир Зеленский посетил место авиакатастрофы. Выразил соболезнования. Сейчас я хочу вместе со специалистами получить полный перечень техники, которая состоит на вооружении на Украине. И данные о состоянии этой техники. Мы хотим получить полную статистику по самолётам, вертолётам. Чуть позже Владимир Зеленский посетил в госпитале третикурсника Руслана Золочевского. Единственного, кто выжил после крушения самолёта. Ан-26 – машина украинского производства. Конкретно эта, с бортовым номером 76, была построена в 1977 году. 43 года полётов. Самолёт готовили к ремонту для продления срока эксплуатации. Но не исключено, что борт уже находился в состоянии ремонта, когда его привлекли для учёбы курсантов. Вот что один из них рассказывал родителям по телефону. Он говорил о том, что машина на данном этапе была неисправна. Двигатели отказывали неоднократно. Поэтому он был об этом последовательным. На Украине сегодня объявлен общенациональный траур. Соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе выразили и российские военные лётчики.